Армянский военный эксперт Ван Амбарцумян, спустя год после войны, рассказал в интервью ведущему Армену Григорьяну про ложь армянской пропаганды, опровергая утверждение, что армянская армия сбила дрон Гермес-900 израильской компанией Elbit Systems. Напомним, что во время Второй Карабахской войны армяне утверждали, что якобы их вооруженным силам удалось сбить вышеупомянутый азербайджанский беспилотник. Во-первых, в Азербайджанской республике в этот момент летел не Гермес-900, а Гермес-900 Кохов. Модификация Кохов. Гермес-900 Кохов. Более современная модификация, более хорошим кварталом комплексом обороны. Сбить его гораздо сложнее. Дело даже не в этом. Ведь для того, чтобы нашего дорогого премьер-министра еще больше препозносить, заявили, что его сбили тем заданным ракетным комплексом, который был куплен у Ярдовича. АСА-М? 9К-33М3 АСА-КМ. АСА-КМ, извини. Сейчас маленький нюанс. Этот Гермес-900 Кохов летел на высоте 9100 метров. Он летит на высоте 9100 метров. Это его штатная высота работы, потому что максимально хотят его отдалить от опасности ПВО противника. Чем выше, тем его труднее сбывать. Не каждый заданный ракетный комплекс может на высоте 9100 метров сбивать. У 9К-33М3 АСА-КМ максимальная высота поражения 5000 метров. Он летит на высоте 9100 метров. То, что я говорю, это факт. Этот заинтер-ракетный комплекс имеет дали поражения 10 километров, высоту 5 километров. Высота поражения аэродинамической цели 9К-33М3 АСА-КМ 5000 метров. 5 километров. Этот летел на высоте 9100 метров. Я говорю, в этот день я, наверное, впервые позволю себе сказать, хотите вести информационную войну, научитесь вести информационную войну. Когда вы хотите вести информационную войну, вы летите самому себе, выставляете себя на посмешище. Мы-то не знали. Но мы-то, Ван Джон, господин Амбар Цуна. Я тоже понимаю, что Артюна. И знаете, я же его знаю лично. Я, как идиот, очень обрадовался, что мы впервые в мире, оказывается, сбили Гермес. И в личку, там что-то в интернете было, чем мы сбили. То ли этим сбили, то ли... Я спросил Артюна, я говорю, у меня тут спор в телеграммах. Скажи, пожалуйста, чем мы сбили? Сказал. Да. Чем? Сейчас уже не помню. По-моему, панцирь. Нет. Панцирчик отдыхал. Типа панциря не было, да. Торем-два-кайм? Торем-два-кайм? Нет, он сказал, что мы... Он мне сказал, что сбили Аса Акаема. А те утверждали, что чем-то другим, он мне лично... Если я сейчас не скажу, я вам, наверное, здесь лопну. Чтобы со мной ничего не случилось, я тебе не надо сказать. И конечно, я бы я... 9К-33МД Аса Акаем создавался тогда в Советском Союзе, когда мои родители были школьниками. Тогда таких средств воздушного нападения в мире не было. Этот заинтересный ракетный комплекс создавался не для того, чтобы бороться с такими беспилотательными аппаратами, с такими средствами... Гермес 900 Кохов имеет мощный бортовый бочный бортовый комплекс обороны. Средствами бортовый комплекс обороны идентифицирует место пуска, измечает мощные радиоэлектронные помехи, подавляет соцстанцию обнаружения целей, РП, радиолокатор, подсветание в зине. Нам говорили, что армянские интернетчики создали... Нет, интернетчики, айтишники создали какую-то программу. Ну а как объяснялось, как мы Аса Акаем... Хотел бы я узнать, а при чем тут программа и заинно-ракетный комплекс? Ну вот мы взломали защиту Гермеса и сбили его. Я сейчас вам серьезно говорю. Артур мне лично написал, то есть я его спросил там, скажи, пожалуйста, очень надо, чем мы сбили? Я же, знаете, как гордился. Мне сейчас дико стыдно. И он мне написал, что мы сбили Аса Акаема. Пиши Аса Акаема. То есть это была просто ложь. Это даже... Это я не знаю. Так что я вообще думаю, что в Армении каждый раз, когда я что-то в Армении... А в последнее время в Армении очень много происходит, когда ты говоришь, что в Армении с раненькими больше больных, чем за мной. Наверное, больше ничто в Армении меня не удивит. Но каждый божий раз я слышу что-то, которое повергает меня в шок. Армянские айтишники взломали Гермес 900 Кохов, при том, это новая версия Кохов. Она одна из самых современных, безмолитетных лагопардов, потом стратегических. Израильского производства? Что такое Израиль? Это летающий штаб, правильно? Я так правил? Это очень командный полетающий штаб. Командный тенга. Это все одновременно. Все. Вы представляете, что айтмянские айтишники сломали Израиль. Мне стыдно сейчас, господин Амбартипин. То есть мне и так стыдно. Вы сейчас меня просто добиваете. Но я думаю, что пришла пора просто говорить обо всем и устыдиться. Потому что только так можно. Потому что я слушал ваше интервью за последнюю неделю. И вы называли то вооружение, которое сейчас Азербайджан срочно закупает. В больших количествах. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк. И если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...